Итак, коллеги, первый доклад у нас Шестопалов Павел Леонидович, референт Департамента экономики и финансов правительства Российской Федерации. Прошу. Коллеги, здравствуйте. Рад действительно всех приветствовать. Для недавнего времени я работал в аналитическом центре и сейчас считаю себя членом команды аналитического центра. И в прошлом году мы здесь создали специальное подразделение, которое сейчас называется управление по проектному менеджменту в госсекторе. И ставим перед собой задачи помочь тем организациям, органам власти, государственным компаниям и всем желающим попробовать начать, как минимум, для госсектора сейчас это звучит так. Попробовать начать использовать хорошие, правильные, системные принципы проектного управления. Ну и действительно я очень рад, что тема гибких технологий звучит в этих стенах, пусть и пафосных, но тем не менее. Наверное, где-то это правильно, это как минимум современно, но сегодня я возьму на себя роль в соответствии со своим текущим положением. Я попробую выступить неким оппонентом. Я понимаю, что здесь собрались люди, которые за гибкие технологии, которые видят в этом зачастую некий выход из возможных проблем и сложностей. Но я постараюсь выступить с другой стороны, со стороны того самого упомянутого 34 ГОСТа, который трактует некую свою модель, последовательную в разработке автоматизированных систем. Я прекрасно понимаю, откуда это все взялось. Я заканчивал академию по специальности автоматизированные системы подготовки и пуска ракет-носителей и космических аппаратов. И я прекрасно понимаю, что 34 ГОСТ это про сложные технические системы, эксплуатация которых связана с серьезными большими рисками. И поэтому в любом случае, прежде чем там, ну вот непосредственно работа, так скажем, с программным кодом, с железом, это вот предпоследняя фаза, там, вот в действие. А до этого много-много-много работы на бумаге. Я прекрасно понимаю, почему так. Потому что риски очень большие. И здесь нужно, ну, как минимум, сколько получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть раз отмерить, а потом уже начать резать. И есть куча примеров, когда пренебрежение вот такой вот классической водопадной моделью приводило, ну, к серьезным последствиям. Ну, не знаю, знаете ли нет, что первый запуск ракет-носителя «Энергия», самая большая, крупная в мире, происходил не с «Бураном», а с боевой станцией «Полюс». И сама ракета-носитель отработала классно и хорошо, но боевая станция свою задачу не выполнила, потому что, как потом комиссия разобралась, была ошибка в коде, в программном коде. Там вместо разгонного импульса был выдан импульс на снижение, и она просто затонула там в океане, и все. И мне сложно представить, что для разработки софта для таких сложных систем будут применяться какие-то технологии, которые говорят, ну, давайте попробуем хотя бы первый раз, полетит, не полетит. Ну, не полетит, ладно, давайте еще одну сделаем. То же самое было, по-моему, в проекте «Фобос-Грунт». Ну, там много версий есть до конца, так скажем, откровенно нет достоверной информации, но неудачу этого проекта тоже связывает с тем, что аппарат вывели на околоземную орбиту, на первую орбиту стартовую, с бета-версией программного обеспечения. Ну, вот такой вот чуть-чуть agile получился, а альфу не смогли загрузить. Была такая мысль, ну, давайте с бета-й запустим, ну, нормально, там, итерация первая пойдет, а вторая не пошла. Бета-версия не позволила загрузить нормальную версию софта. Потеряли аппарат, да, «Фобос-Грунт», ну, как назовешь, так и получится, к сожалению. Вот, поэтому, говоря о гибких технологиях, мне довольно сложно пока, и это вопрос, наверное, к обсуждению на «Послеобеда», сложно понять, где и как, для каких объектов, для каких продуктов такие технологии могут подойти. Да и международные стандарты по управлению проектами тоже пока не, ну, в своем объеме не трактуют гибкие технологии как один из возможных вариантов. К сожалению, очень часто приходится в интернете видеть, слышать на конференциях, что два подхода противопоставляют. Подход «водопад» и подход «эджайл», там, «скрам», не знаю, все, что мы называем этими методами. Но все равно, допустим, если взять там американский стандарт, PMBOOK говорит, основной обобщенный жизненный цикл, он все равно водопад. И все равно нужно действовать неким образом последовательно. И там где-то в комментариях последней версии PMBOOK появились, да, что фазы, наверное, могут друг на друга наложиться, а некоторые из фаз могут даже выполняться итерационно. Но не ушли мы от этого, опять от водопадной этой самой технологии до конца. Примеры жизни. В свое время довелось мне чуть больше года поработать руководителем проектного офиса одного крупного медицинского дистрибьютора. И мы поняли, что нельзя выбирать какую-то одну модель жизненного цикла, потому что при реализации проектов компании существует несколько объектов, которые живут по-разному. Есть жизненный цикл продаж, там вверху желтенькие этапы, у которых свои контрольные точки, свои гейты, если хотите, свои правила перехода к фазе к фазе. Есть жизненный цикл самого продукта, который мы продаем, классика системной инженерии. Кто-то когда-то там задумал эту новую чистую операционную, кто-то ее спроектировал, потом ее построили и перевели в эксплуатацию. Не хватает там чуть-чуть, за скобками, вывода из эксплуатации. Но тем не менее, когда-то этот жизненный цикл все равно закончится. И есть жизненный цикл параллельно здесь же, в одной временной шкале, управления проектом. Да, проект нужно грамотно инициировать, организовать его исполнение, подготовиться, управлять исполнением, и когда-то он все равно закроется. Но все эти три варианта жизненного цикла, у них есть одно хорошее свойство. Как говорит мой любимый преподаватель по системной инженерии Анатолий Левенчук, для жизненного цикла важно запомнить две вещи. А. Он нежизненный, потому что он когда-то закончится, и продукт, проект или продажа, она, ну, можно так сказать, умрет. Б. Он не цикл, потому что чаще всего следующий проект будет реально другой. А вот когда я смотрел, ну, вел в поисковик жизненный цикл Scrum Agile, я увидел вот такую картинку, где все наоборот, где много жизни, да, там, люди появляются, потом они даже как-то множатся, потом кто-то исчезает, где-то появляются другие товарищи, и это реально цикл. То есть, вот для меня, как бы пока в моей голове не может уложиться одна, ну, для меня, как такого системщика, наверное, технаря, асу-тпшника, если хотите, одна простая вещь. У этого цикла есть тут вход, начало, да, где-то вот здесь, наверное, начало, а конца нет. Вот на всех классических курсах по управлению проектами я всегда говорю, коллеги, если хотите проверить, вот то, что вы делаете, это проект или не проект, спросите себя, а когда закончится? Вот если вы сможете себе дать ответ на этот вопрос, когда закончится, значит, это верный признак того, что, наверное, это проект. Но здесь-то нет этого окончания, здесь все как-то вот крутится внутри, и сложно назвать это, ну, сейчас это провокационный, на самом деле, такой вброс, сложно назвать это жизненным циклом проекта. Это, скорее всего, схема какого-то процесса, как вариант. Плюс, я подумал, если это процесс, то, опять же, заглядывая там в стандарт PMBOK, можно увидеть, да, при реализации проекта руководитель организует исполнение нескольких групп даже процессов. Плюс эти группы процессов неким образом распределены по так называемым областям знаний или функциональным областям. И тоже встал вопрос, а где вот эти гибкие технологии, какие области знаний они покрывают? Тогда я начал размышлять, наверное, все-таки, если мы хотим какое-то действие назвать проектом, у него должно быть начало, должно быть окончание. Окончание может быть выражено, там, я не знаю, конкретным сроком, а может быть выражено, там, достижением конкретного результата. Да, есть такие проекты, у которых срок не так жестко определен, ну, не знаю, тоже все, наверное, знаете, там, в свое время группа ученых сказали, миру нужно найти бозон Хиггса. И убедили многих-многих инвесторов, построили этот адроидный коллайдер, и что-то там исследовали, и сказали, о, мы нашли. Но потом сразу поняли, если мы нашли, то это окончание проекта и окончание чего, самое главное, это финансирование. И быстренько себя поправили, сказали, ну, мы нашли, но не уверены. Надо теперь убедиться, что этот бозон действительно Хиггса, а не какой-то другой. Вот, но тем не менее, у всех проектов всегда должна быть вот та точка, когда мы говорим, стоп, хватит. Мы достигли того, о чем говорили вот где-то на старте. И я попробовал скрестить, ну, как бы совместить два, на первый взгляд, альтернативных подхода, но я сейчас четко понимаю, что нельзя их друг другу противопоставлять. Они должны жить вместе. Я исходил из простого правила, как я уже озвучил. У проекта должно быть свое начало и свое окончание. И поэтому первая моя мысль была, а что если все-таки начать в соответствии с 34 ГОСТом, ну, с формирования каких-то высокоуровневых требований к некой системе, да? И, наверное, важно очень грамотно закончить, перевести эту систему в стадию или на этап эксплуатации и сопровождения. И, может быть, agile здесь нужен? Не знаю, как вариант. Ну, многие, наверное, покритикуют такую идею, скажут, ну, как же так, концепция, это же что-то такое важное, разовое, то, с чего мы начинаем. Как можно многоразово менять концепцию? Ну, почему нет? Может, agile вот так тогда можно применить? Где-то начиная с разработки технического задания и до перевода в эксплуатацию, ну, апологеты гибких технологий скажут, техническое задание не про нас, вот эта вот вся бумага не про нас, мы вообще ориентированы прежде всего на результат. И тогда, может, вот такая схема будет работать, когда мы какие-то этапы вычеркнем, а вот на этапе разработки концепции будем ее периодически дополнять, возможно, новыми появившимися требованиями. Ну, и где-то вот здесь и создание самой системы, и сопровождение там, какое-то поступательное движение в развитии тоже может по этим технологиям выполняться. Коллеги, у меня сейчас очевидного ответа нет. Как совместить эти две, на первый взгляд, кажущиеся разными технологии, но на самом деле они вот друг в друге, как я сейчас вижу. Давайте попробуем в рамках нашего мероприятия, ну, хотя бы приблизиться к ответу на этот вопрос. Если вы принимаете вот такой подход, что agile и водопад – это не альтернативы, это, скорее всего, все об одном, но нужно найти их разумное, грамотное, сбалансированное сочетание. Вспомню свою идею про функциональные области и стандарты по управлению проектами, которые во всем мире чаще всего содержат вот такую матрицу, да, где по вертикали группы процессов в управлении проектами, а по горизонтали то, о чем должна болеть голова у руководителя проекта. А должна она болеть там о десяти, сейчас в классике вещах, о содержании, о сроках, о деньгах, о рисках, о людях, о коммуникациях, о поставках, о качестве, об интеграции. Ох, черт, это я старую версию ставил. Не хватает одной строчки очень важной, кстати, с точки зрения agile. Управление заинтересованными сторонами, управление стейкхолдерами, да, десятой. Сейчас во всех стандартах это отдельная функциональная область. Ну, я думаю, сути не поменяет. Я попробовал подумать, а где здесь agile целесообразен? Ну да, наверное, гибкие технологии это точно про содержание, это точно про качество. И там эти технологии помогут и снизить риски какие-то, и сделать продукт более соответствующий ожиданиям заказчиков и пользователей. Плюс, наверное, какие-то маленькие кусочки из этой всей таблички тоже можно отнести к процессам, которые могут реализовываться по схеме гибких технологий. Что я сюда отнес? Это, наверное, мониторинг и контроль рисков. Да, так как мы делаем маленькие шажочки, то рисками проще управлять. Да, наверное, это работа с командой и развитие команды проекта, потому что команды выполняют эти самые спринты. Да, это управление стейкхолдерами и распространение информации, управление ожиданиями. Ну и, конечно, после любой итерации мы накапливаем тот самый архив, архив знаний, там, возможных неудач или, наоборот, удач. Да, это вот сюда тоже. Плюс, хорошо очень ложатся гибкие технологии с точки зрения формальной процедуры управления изменениями. Эти изменения, так как они маленькие, требуют меньше каких-то формальных процедур согласованных, но тем не менее. А вот все остальные-то, коллеги, все остальное-то беленькое, не заполнено. Да, и вот у меня, как сторонника все-таки таких базовых классических подходов управления проектами, остает вопрос, а вот этим кто будет заниматься? Если мы говорим, что гибкие технологии смогут заменить классические, ну вот такую фразу частенько я слышал, а вот это тогда где все? Кто будет думать о деньгах, да, кто будет думать, не знаю, там, о поставках, они всегда есть, кто в конце концов все это сведет в одну единую схему работы управления интеграцией? Это вопрос, который вот для обсуждения, для обсуждения. Наверное, вот я сейчас задал больше вопросов, чем дал ответов, но это такой взгляд, такой подход, давайте о нем говорить, и я попрошу всех будущих докладчиков, ну, где-то, может быть, вспоминать эти идеи. Как же все-таки нам договориться жить правильно? Потому что все-таки заказчик выступает, государство в проектах выступает в роли, ну, сейчас скажу такую фразу, услышал у Владимира Малахова из «Стройгазмонтаж», как-то так компания называется, государство выступает в роли неквалифицированного заказчика. А основная головная боль неквалифицированного заказчика какая? Управление рисками. Заказчик такой, не понимая в предмете, не хочет, чтобы на выходе он получил совсем не то, чего ожидал. И поэтому он всячески защищается от этих рисков, вводя какие-то вот предварительные, как в «Тридцатьчвертом госте», там, шесть этапов работы на бумаге, прежде чем он заплатит основные средства за железо и бетон, за саму разработку. Он так себя ведет, потому что он такой. Это свойство государственного заказчика. Поэтому я бы предложил, ну, от себя такие выводы. Наверное, неправильно в итоге противопоставлять эти два подхода. Подход водопадный и гибкие технологии. Наверное, гибкие технологии должны быть органично встроены в какую-то схему, но все-таки основную схему жизненного цикла проекта, жизненного цикла системы, жизненного цикла, я не знаю, продажи, если о коммерческих структурах говорить. Но так как гибкие технологии не покрывают все функциональные области, ну, я еще раз отметил, это мое мнение, да, оно дискутабельно, можно об этом поговорить. Я думаю, гибкие технологии не смогут быть самостоятельной технологией реализации больших проектов. И поэтому вот такие вопросы я бы, наверное, поставил. А как же правильно их все-таки встроить в работу над проектом? Как грамотно совмещать? Есть еще одна задача всегда, особенно в государственных проектах, наличие жестких каких-то ограничений. Особенно сейчас о них все чаще и чаще говорят, да, урезанные бюджеты, сжатые сроки. Вот как сделать так, чтобы с одной стороны поступить действительно гибко и получить хороший продукт, с другой стороны не выйти за рамки вот этих ограничений. Ну, я так для себя до конца не нашел ответ. Надеюсь, найду сегодня, здесь, сейчас. А где же выход из того большого жизненного цикла Scrum, Agile? Где та точка, когда мы говорим, все, стоп, сделали, хватит? Вот это то, что хотел заказчик. Ну и всегда, наверное, все-таки, чтобы немножко, простите меня, вот энтузиазм сторонников гибких технологий поубавить, когда предлагают мне работать по такого рода принципам. Я вспоминаю видеоролик, к сожалению, качество не очень хорошее, но когда-то я его давно посмотрел, и вот он мне очень сильно запал в голову. Давайте посмотрим, он минутный абсолютно. Это реклама компании, которая в свое время вошла в состав Хьюлит Паккард. Я просто, когда слышу слово Agile, Scrum, я вижу это реальный процесс, который может происходить… О, я не знаю, я не знаю, как я это делаю, а я слышу, что… Я слышу, что он не не так же в этом, но я не знаю, что я его это делаю. Он не cleans. Он не он вийду, но за мою руку я Продолжение следует... ...доделанном продукте. А как это совместить? Ну, давайте подумаем. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Вопрос. Значит, вопрос вот какой. Вы упомянули как раз Левенчука. А он, соответственно, у него два тейса. Первое. В системную инженерию приходят методы с программной создаванием в 10 лет. И вот сейчас сюда уже пора прийти, и он показывает, как он приходит. Вот. И, соответственно, вот первое. Ваше отношение к этому. А второе. У него курс по системной инженерии, где, соответственно, он приводит agile в системную инженерию. Вот последний. И там он разворачивает жизненный цикл на основе OMG Essence, который показывает вот такую линейку параллельных. И вроде как решает примерно все те вопросы, потому что по предметкам там линейки жизненных циклов разворачиваются. Вот. Если можно, отношения. Отношения пока насторожены, если честно. Да. Так как все равно, ну, любая новизна, любая уникальность, она с точки зрения, опять же, вот государственного заказчика, она чревата большими рисками. И поэтому вот эти вопросы я и поставил. А где и как наиболее правильно и эффективно это все встроить? Да, видел у Анатолия идеи как раз, но он же тоже по этому пути идет. Он говорит, что нельзя заменить, нельзя подменить. Все-таки жизненный цикл, если в системной инженерии, он и остается вот этот V-образный, да, и там где-то внутри на отдельных этапах он говорит о том, что... Не, он полностью меняет. Ну, не знаю. Наверное, я не слышал его эти выступления, да, там до конца. А, окей. Ну, надо познакомиться. Спасибо. А про риски у меня опять реплика. Означает ли, что... Максим, у нас очень мало времени. Мы покажем, как Agile позволяет контролировать и методически, как он позволяет контролировать риски госзаказчику, то, в общем, задача будет... Ну, отчасти решена. Вы эту идею продадите точно тогда госзаказчику. Ну, давайте один вопрос и все. Не, не, у нас уже все, время регламент. Давайте вопросы на кофебрейки в перерыве, да.